соус какой-то необычный соус там вместо майонеза у нее парфюмерия но это не все ребята всем привет мои хорошие с вами кремели и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео сегодня как вы уже поняли опять будет влог сейчас должна прийти фатима точнее через два часа на у врача я жду ее и тем временем хочу сделать себе кудряшки уже сделала себе мейк и кстати заметила что косметика моя конкретно убавляется оказывается когда ей действительно пользуешься она заканчивается у меня раньше был такой синдром я как будто коллекционировала тени и когда в палетке появляется дырочка видно донышко для меня это что-то чем-то куча положительных эмоций сейчас я заметил что в нескольких палетках у меня уже появились значительные такие ямочки даже в хайлайтере сейчас вам покажу давайте вам сблизи покажу средство которое мне удалось запейнить посмотрите какая дырочка это хайлайтер от маяка преволюшен 14 грамм фати увидела мою косметику которая затерла до дыр и она говорит слушает это зверь далее вот такая вот палетка от essence как вы видите вот этого оттенка уже очень мало осталось здесь тоже есть такие значительные выемки далее старинная моя палетка от бель последнее время я уже не пользуюсь но результат на лицо хотя этот оттенок у меня упал из рук и сломался и самый знаете раритет можно сказать достижение то чем я горжусь здесь опять же видно донышко я думаю что скорее всего этот оттенок тоже закончится потому что очень часто используют для бровей я думаю что вот эту вот часть палетки можно будет закончить и последнее что я вам сегодня покажу это вот такой вот оттенок тени от catrice который я одно время использовал как хайлайтер поэтому мне очень быстро закончился я думаю что я молодец смело могу бежать и покупать себе новую косметику напишите вы тоже в комментариях если вам тоже дает это какой-то кайф я не могу это описать но когда у меня вот эти вот сухие текстуры начинают заканчиваться у меня все нереальное счастье я понимаю что я могу опять купить себе что-то новое из косметики мы с мамой вчера до ночи буквально делали грузинские хингали и сегодня будем снимать челлендж такой челлендж уже был на моем канале наверное где-то полгода назад также хотела снять как я готовлю именно и мы даже начали с мамой снимать но потом вообще не очень интересное видео получилось поэтому я его выкладывать скорее всего не буду да 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 смотрите вот там вы видите меня как стоит моя камера ну да ладно я сейчас буду делать себе кудряшки у меня вот такая вот плойка от равента ее мне дарила мама наверное лет восемь назад настолько хорошо работает она просто за секунду делает такие локоны обалденные я работал в магазине техники и я попробовала можно сказать все плойки но лучше этой плойки я в жизни не видела кстати она стоит тоже не бюджетно это одна из самых дорогих плойка насколько я знаю на тот период я не знаю может сейчас какие-то другие вышли какие-то знаете babyliss и всякие в общем не суть дали у меня расческа она из miniso очень мне нравится у меня знаете такая проблема я даже не знаю что с ней делать у меня очень быстро волосы становятся жирными то есть вот буквально я вчера ночью искупалась после того как мы сделали грузинские хингали я пошла искупалась и сегодня утром у меня уже голова знаете не первой свежести а раньше я помню я в неделю не знаю два раза купалась и тогда вот как раз таки мыло голову и для меня это было достаточно все нормально сейчас я то ли приучила свою голову то ли я начала как-то потеть я не знаю но это мне ужасно не нравится это ужасно неудобно получается что каждое утро я должна купаться летом конечно проблем нету наоборот это как-то освежает но зимой когда на улице холодно иногда просто нету возможности быстро искупаться быстро уложиться вот это как бы отнимает время на самом деле вот так вот я делаю кудри очень просто и можно регулировать здесь температуру я не знаю такие продаются еще или нет мне кажется что уже нет наверное за 10 лет равен ты уже изобрели что-то другое но я просто в восторге от этой бойки еще у меня есть кстати утюжок который тоже мне служит лет 10 хотя очень часто мучаю свои волосы буду просто посмотрите какая локона получилось все я кудри сделала вам не совсем видно но вот так вот получилось я их расчесывать не буду просто вот так вот немножечко распушу не знаю мне нравится вот так вот но правда не стали короче как будто но не беда и все это закрепляю лаком для волос я правда уже купила себе новый лак для волос нужно этот добить обильно поливаю в принципе моя прическа готова это у меня заняло 20 минут мне кажется это недолго а вот уже фатя звонит да фатя да да дайте сейчас значит придет фатя если она сейчас вышла то где-то наверное через 40 минут уже будет у меня я если честно немного голодная хотя я позавтракала но это для меня очень мало я специально не наедаюсь потому что мы должны снять два мукпанка один из которых будет челлендж поэтому кушать нельзя чайку хочу чайку надо это отработать даже чем я это вырежу а нам нас очень часто спрашивают меня видно вообще я как будто из-под окопа выглядываю нас очень часто спрашивают то мы делаем после того как мы снимаем видео вот мы сейчас сняли видео я смонтировала грузинские хиньгали фатя пока развалилась на кресле везде ночь и сейчас мы будем пить чай с чем ты будешь чай? с шоколадкой а что мы будем снимать на твой канал? может какой то еще челлендж? я предлагаю снять видео две правды одна ложь видели вы такое видео? я предлагаю снять два видео одна часть на твоем канале другая часть на моем это я за получается что ты должна отгадать факты обо мне я о тебе ты тоже будешь в моем влоге мяу она встала кошкой дай мне чай тащи вот такой вот скромный чай наше любимое варенье из фейхуы фейхуы да шоколадка от пингольд сидим пьем чай и Фати здесь в инстаграме что там интересного Фати? кого ты смотришь? девчонка девчонок можно мне твою чашку? прошло уже пару часов Фати уже ушла и как только она ушла мне как то грустно стало мы сидели с ней болтали весь день классно провели время сняли видео и так далее но сейчас у меня просто замечательное настроение а это связано с тем что мы вчера с мамой сидели на кухне и пили чай и маме сказала что я была в магазине парфюмерно-косметическом и там мне очень понравился один аромат от golden rose и он стоил в принципе недорого я рассказала об этом маме мама сказала что его не взяла если он тебе так понравился и я сказала маме что я пожалела деньги но я даже не ожидала что на следующий день мама пойдет и купит мне этот аромат он так с интересом спросила меня а какой именно тебе понравился потому что там есть желтая роза красная роза и по моему голубая в общем там несколько вариантов так можно сказать это недорогой парфюм стоит он около 30 монат но все же было настолько приятно мама пришла и поставила этот парфюм прямо передо мной это golden rose red rose вот так здесь такая упаковочка я уже открывала и флакончик вообще последнее время я настолько подсела на ароматы раньше вот раньше сейчас вам покажу это был единственный аромат которым я пользуюсь это арабия найт от же дель поза и стоит он на минуточку ребята не падайте в уморок этот аромат стоит около 200 монат но он обалденный он прям держится весь день он прям ну дорогой аромат вот я не знаю как описать это восточный древесный аромат который я люблю может быть он на любителя скорее всего да он на любителя и кому то он может вообще не понравится но я люблю вот такие селективные ароматы мне например очень нравится Tom Ford ну в общем я люблю такие ароматы очень странно что мне понравился еще и этот совсем недорогой я начала смотреть блогеров которые именно собирают коллекцию парфюмерии у кого-то от Faberlic у кого-то от Avon вроде не очень дорогие парфюмы я думаю что в коллекции должны быть как дорогие так и дешевые так что мамочка мне его подарила казалось бы мелочь но настолько приятно буквально вчера мы говорили про этот аромат и он уже у меня в руках пахнет обалденно просто теперь вот выделила одну полочку буду себе покупать парфюмы еще кстати листала новый каталог Faberlic и там есть аромат от Алены Ахмадулиной по-моему дорогой это аромат насколько я знаю по сравнению с другими ароматами Faberlic это считается один из дорогих ароматов я почитала ноты сейчас посмотрела в ютубе видео отзывы об этом аромате не послушав я заказываю этот аромат может быть это не совсем целесообразно но пусть для коллекции будет думаю я у него такой красивый флакончик сегодня уже второй день моего влога я уже у Фати Фатимочка давай покажу тебя в общем мы снимаем видео точнее уже сняли для меня про клап сэндвич надо было показать когда он еще был цел но ничего в видео вы увидите и сейчас будем снимать что-то для Фати а пока что я вам покажу что у Фати есть интересненького в комнате смотрите какая интересная полочка в прихожей у Фати вот почему ты это все не снимаешь не показываешь показываю а люди говорят что это вот красные в общем здесь у нее ароматы походу тебе нравится булгари я так понимаю да это не на ричи если я не ошибаюсь эскады и так далее в общем здесь у нее парфюмерия но это не все ребята это не все а здесь у нее косметика да 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 и это ребята не все это только то что на комоде что мы здесь видим томфорд палетка от революшн которую она просто запынила посмотрите какая красота вот я обожаю когда палетки в таком состоянии меня прям распирает гордость так скажем вот такие вот румяна я тоже себе хочу от милани они просто прелестные именно из-за дизайна я их хочу у Фати ты носишь очки у Фати такие антибликовые очки сердечки от революшн это мы вместе покупали сайта революшн бьюти и много-много-много другого интересного здесь не написано этот аромат мне напоминает 212 вип от Carolina Herrera в общем как-то так заказала еду и ждем для второго видео сегодня мы перерыв делать не будем посмотри сюда пупсик комочек знаете какая она милая кому ты звонишь доставка что ты можешь сказать про наше видео что я могу сказать про наше видео что про эти клапсэндвичи могу сказать что они были очень вкусными клапсэндвичи тебе понравились? да и Айка вообще молодец что донесла их да не разбила по дороге правда один был треснутый или как его назвать короче вы поняли но все было хорошо очень вкусно было они кажется используют соус какой-то необычный соус вместо майонеза Патя пошла готовить маме обед это так мило а я снимаю для вас вложек и поотвечаю на некоторые ваши вопросы которые вы мне задали в инстаграме когда мы снимали видео именно про клапсэндвич здесь просто было очень много вопросов и мы не успели ответить на все куда бы ты хотела поехать путешествовать на самом деле путешествие это конечно здорово но все это упирается немножечко в деньги поэтому не всегда получается к сожалению есть новогоднее настроение если честно вообще нету потому что на улице прям жара я сегодня вышла из дома вообще в кожаной куртке и то я вспотела на улице жара ну как можно ассоциировать такую погоду с новым годом у меня такое ощущение что уже 8 лет я не вижу новый год вот просто так а еще здесь у фати вкусняшки сладости может еще чаечек попьем фатя мы снимаем два мукбанга потом еще сидим чай пьем с фруктами так что для нас это немного вот такой вот у фати холодильник весь в магнитах из разных стран здесь все не поместилось и даже магнитики в этой стороне ничего что здесь темно тебя не смущает включи свет и покажу да не нормально и так видно все да я прям устроила хаус тур давайте рассмотрим что у нее здесь есть вот такие вот палеточки от NYX я кстати тоже себе хочу прикупить но просто у меня очень много теней я решила что пока что остановлюсь я в последнее время больше покупаю какие-то ароматы нежели просто декоративную косметику потому что она со временем портится и просто жалко деньги потраченные на ветер здесь значит такой хайлайтер от революшн кстати очень знаменитый это из серии хайлайтеров которых видно из космоса такие кисти которые фатя заказывал с революшн и много много всего интересного я просто не уверена что это вам будет интересно а так бы подробно все показала и рассказала бы а это я хожу с камерой вот так вот мы будем сейчас снимать киевские котлеты кстати этого не было ни у меня ни у Фати вы часто говорите что мы повторяемся поэтому мы прислушаемся к вашим словам я уже у Фати дома себя чувствую как у себя а то